Всем привет, уважаемые подписчики! С вами команда Flora Room Plants и наше чудное безумие. Находимся у нашего магазина. Сегодня 2 июня, и мы продолжаем подготовку к выставке Reptilium. Поскольку мы не являемся сильно крупной компанией, у нас нет финансов оплачивать работу другим людям, но есть, видимо, шило в одном месте и желание делать всякие интересные штуки. Мы решили сделать для вас экспозицию, которая называется «Таинственный лес». Вы можете видеть ее 7 июня. Это будет такая затравочка. Как вы видите, сейчас у нас идет уже чистовой сбор. Ой, но это кажется далеко до него. Здесь куча растений для этой экспозиции. Собственно, это вот такой шатер. В нем сейчас мы монтируем стены. А здесь уже внутри есть река. Сейчас не работает здесь вода, но мы уже сегодня запускали. Вот такое русло. Все это можно будет увидеть вживую. Зайти сюда, встретить здесь эльфов. Самое забавное, что теперь у нас появились еще головастики новые. Но это, конечно, наши местные, которые были вот в этих растениях. Нам придется их выращивать. Вот. Такая конструкция. Мы воюем уже с ней месяц. Надеемся, что мы успеем к выставке. Приходите нас поддержать. Будет зона активности. Будет внутри интересное наполнение, над которым мы тоже работаем. Чтобы наши бессонные ночи не пропали зря. Да. Встреча на рептилиуме. Вот мы уже приехали на рептилиум. Проходит разгрузка. Это заняло огромную машину. Если мне память не изменяет, 35 кубов. Вот наш будущее. Чудище. И вот здесь оно будет располагаться. Паковались сегодня до трех ночи. Грузились три часа. Но сейчас разгрузка идет быстрее, потому что мужишков побольше. И ребята все, конечно, делают споры. А это вот растения, которые, если посмотреть прогресс за две недели, они выросли очень сильно. Вот что делает солнышко и водичка. Жалко, только ирисы уже почти отцвели. Так красиво было, когда они входили в цветение. Происходит черти что. Монтируем крышу. Называется, почувствуй себя бесполезной. Просто ходишь вокруг мальчиков, и говоришь, дайте мне что-нибудь поделать. Иди отсюда, иди отсюда. Вот так. Так и живем. Собрали каркас. Поскольку мы его собирали около магазина, там был неровный асфальт. Поэтому у нас вышла немножко кривая конструкция. Но поэтапно вот сейчас мы положили дно, чтобы здесь все не протекало. Типа гидроизоляция, пленка для пруда. Сейчас размещаем декорации внутри. Вспоминаем, вернее, где что стоит. Вот наша речка. Собранная котом и кровью. Как мы видим, здесь сейчас тул пеноплекс. Море пены. Килограммы и литры краски. Становка террариумов. Монтаж речки завершен. Туман. Вода. Мышариум. Процесс натягивания теплицы и крыши. Тянись, репка, большая и малая. Давайте, давайте, тяни эти мужички. Молодцы какие. Итак, мы достроились. Уже начался рептилиум. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Во-первых, у нас тут уже эльфы на входе. Заманивают вас. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас террариумы. Музыка. Люди. Но потом, когда еще все уйдут, я еще раз сниму. Закончился первый день рептилиума. Давайте же посмотрим, что у нас наконец-то вышло. Вот наша теплица, гараж, волшебный лес, созданный компаниями «Лорально Франц» и «Рептика». Спасибо организаторам рептилиуму, что разрешили создать такое безумие. Мы сюда заходим, заходим, заходим. Что же мы здесь видим? О, штора. А в штору уже можно подсмотреть. Здесь у нас встречает волшебный лес из тумана. Тумана. Речки. Все настоящее. Водичка льется. А я снимаю. Сейчас я быстренько. Здесь вот террариумы, которые мы собираем последний месяц. Здесь, конечно, сейчас временно заселены животные. Здесь вот домовые веслоноги в количестве штук, размножившиеся у нас. Если кому надо, продаются 300 рублей. Здесь у нас филизумы «Хайред». Создан специальный террариум для них. Здесь очень много бамбука. Дальше у нас рыжевые папоротники. Здесь у нас мышариум. И наша маленькая микромышка. Строит себе гнездо. Здесь, конечно, террариум жарабас. Потому что сюда мы посадили антуриум вечи, антуриум ворока. Это дорогие достаточно. Ародные и очень крупные. Понятно, что они перерастут. Но мы это сделали для экспозиции. Здесь красноглазые квакши. А еще я пропустила филизум стандинга. Тут наша Марина прячется. Гоша, да? Приходите. Мы всегда придумываем что-то безумное. Можно прийти к нам в магазин. Там, конечно, не такие безумства. Но есть свои другие. Они клевые тоже по-своему. Вот. Мышь бежит. Мышь убежала. Да ладно. Наша мышь? Наша мышь. Ну что ж, мышь у нас сбежала. Вот. Будем ловить ее, видимо, когда разберем эту экспозицию. Сережа! Что же у нас здесь? А здесь у нас пруд желаний. Вернее, пруд активности. Здесь можно было днем порыбачить. Становитесь, обращивайте удочку. И там монетки. Сейчас не видно уже. Вон видно. Золотые и серебряные. Вот. И можно поймать либо конфетку, либо релочек с нашим луготипом нашего леса, соответственно. Вот. Приходите завтра, потому что эта штука очень тяжело монтируется. Позаняло у нас много времени. И посмотреть на нее живую интересно. В том плане, что там все живое, все растительное. Так. Не прощаемся с вами. До завтрашнего дня. До встречи на Рептилии. Всем пока!